Здравствуйте, дорогие друзья! Я Дмитрук, московский адвокат. Помню, в каких-то прошлых там видеороликах уже обещал вам рассказать про 51-ю статью Конституции. Я вам скажу, даже более пару лет назад в своем инстаграме был там большой аккаунт до блокировки. То же самое обещание давал, но как-то что-то не сложилось, не случилось. Сегодня я вам расскажу про 51-ю статью Конституции, расскажу, какие могут быть подводные камни, когда ее использовать, когда не использовать, когда и что делать, и как себя обезопасить максимально. То есть смотрите этот выпуск до конца, а я буду предельно с вами честен. Итак, смотрите, друзья мои. Статья 51 Конституции Российской Федерации говорит нам о чем? Что человек имеет право не свидетельствовать против самого себя, против своих близких родственников, ну и тому подобное. Подразумевается под этим именно то, что человек имеет возможность просто молчать, таким образом себя обезопасить. Но это очень сильно большое заблуждение. Это очень сильная, большая, огромнейшая ошибка, которая может привести к непоправимым последствиям. Я такие последствия наблюдал в своей жизни, это не с моими подзащитными происходило, но сроки там действительно были большие. Действительно Конституции предусмотрено, что вы имеете право не свидетельствовать против самого себя. Да, а мы с вами, конечно же, должны все помнить. Опять вертолет полетели, хороший знак. А мы с вами должны все помнить, что все, что человек дает в объяснении, это одно. Но то, что дает в своих показаниях, как свидетель, как подозреваемый, и уж тем более как обвиняемый, вот это все может лечь и обязательно, поверьте мне, ляжет по основу обвинения. И на этом обвинение и будет строиться. Когда человек говорит, я не буду против себя свидетельствовать, я имею такое право. И с одной стороны, конечно, молодец, человек пользуется своими правами. Какой молодец! Но неужели вы думаете, что в следственных органах работают такие дураки, которые не понимают, что происходит? Да, вы написали статью, заявили 51-ю. Не буду против себя свидетельствовать вообще, буду молчать, как рыба облет, никому ничего не скажу. А там такие говорят, о, красавец приплыл. Но в этот момент, когда человек заявляет 51-ю КРФ, он что думает? Он думает, вы ничего не докажете. Комарики, вы ничего не докажете. А я вам не расскажу, а чистосердечное признание – это самый короткий путь в места не столь отдаленные. Ну а так как я вам ничего не расскажу, вы... А давайте, попробуйте-ка докажите, что я вообще причастен, что я что-то делал. Давайте, ребята, давайте, собирайте доказуху. Тут я вас немного разочарую. Они соберут. Они соберут и столько соберут, что мало не покажется. И причастность, и мим проходил. Поэтому я всегда говорю, используйте эту статью Конституции Российской Федерации с умом. Да? То есть вы можете заявить 51-ю КРФ, сказать, ничего не буду говорить. Пускай адвокат приходит, и уже с адвокатом мы тогда будем разговаривать. Ну, очень здорово. Потому что тут столько комаров, тут сейчас будут постоянно отвлекаться. И после того, как придет адвокат, и уже непосредственно в присутствии адвоката, вы можете сооружать свои показания, организовывать свою линию защиты. Для чего все это нужно? Для того, чтобы просто вас не привлекли. А если вы возьмете 51-ю сходу, покажете всем дульку, ну, поверьте мне на слово, следователю это тоже нару. У него уже есть достаточно много оснований для того, чтобы вас закрыть. Комарик! Чтобы вас закрыть в СИЗО. Ну, во время проведения следственных действий. Ну, а дальше, соответственно, судья же тоже будет смотреть на эти показания. Он посмотрит. Ах ты какой! 51-ю схватил. Какой умный парень! Сейчас мы тебе влепим. Я вам скажу обратно. Я и мои подзащитные являемся вообще самыми классными подозреваемыми и обвиняемыми. Почему? Потому что мы, мы постоянно, мы всегда, вот прям вот, не могу вспомнить иного, но мы всегда сотрудничаем активно со следствием. Вы хотите нас о чем-то спросить? Спросите! Мы ответим. Понятное дело, что у нас своя линия защиты. Здесь есть адвокат. Адвокат, который понимает, что такое объект, субъект преступления, объективная сторона и субъективная сторона. Мы в своих показаниях лавируем в этом. Мы говорим именно то, что нужно говорить, на что впоследствии мы можем как-то повлиять. И с дела выйти. Выйти свидетелями, непричастными, ну, чаще всего свидетелями. Понимаете? Моя работа заключается в том, чтобы человек пошел гулять, к своей семье, отдыхать, наслаждаться. А не для того, чтобы корчить из себя супер, там, я не знаю, шпиона, который никому ничего не скажет, а ты пойди докажи. Поверьте мне на слово. Они пойдут и докажут. И после этого будет очень больно, очень обидно за бессмысленно потраченные годы, которые человек проведет и в местах не столь отдаленно. В сопутствии унижений, отсутствии возможности зарабатывания денег, отсутствии рядом близких родственников. Тюрьма – это плохо. И мы всеми силами пытаемся от нее уйти. Поэтому 51-я статья Конституции, которая говорит нам о том, что вы имеете право не свидетельствовать против себя, против своих близких родственников. Это великолепная статья. Она защищает ваши права. Но, как и во всем другом, умеете правильно ее использовать. Не надо ее лепить налево и направо. Какой в этом смысл? Себя спасайте. Оставьте себе возможность жить, возможность развиваться, возможность расти. То есть, смотрите, без адвоката вас все равно допрашивать никто не может. Соответственно, вы первым делом следователю или узнавателю говорите. Требуя адвоката. Приезжает адвокат, рисует ордер, отдает. После этого вы консультируетесь, вы общаетесь с адвокатом. Я по себе расскажу. Я прихожу и говорю, давай рассказывай, колись, что случилось. Но только думайте, я перед этим еще следакой-то задал вопрос. Я знаю уже больше, чем вам кажется. Поэтому нужно честно сказать, я сделал то-то, то-то, то-то. Сидим, репу включили, кумекаем, что можно сделать. Вау, байкерня поехала. Ну, сезон же. Сидим, думаем, что можно сделать. Я думаю, я расписываю, я объясняю, что мы говорим. Потом я приглашаю следователя, либо дознавателя и говорю, мы готовы. Мы готовы. Допросите нас, пожалуйста. И нас допрашивают. Вежливо с нами общаются, и мы вежливо общаемся. Мы с удовольствием большим рассказываем, что происходило, как это все происходило. И, конечно, после допроса, скорее всего и чаще всего, оказывается, да мы-то вообще не при делах. Ну, так случилось. Там квалификация не та. Ну, по факту. Нас обвиняют в одном, хотят обвинить, да? А по факту мы видим, что... Неа. Ну, там другая картинка была. Ну, что мы выкручиваем? Правильно? То есть, 51-я с ней аккуратно. Просто так ее не лепите. Я со следствием, я говорю уже много раз, я говорю о своей практике, о своем видении картины. Я всегда сотрудничаю со следствием. Я им рассказываю. Ну, я много сказок рассказываю, но ничего. Зато у меня люди ходят на свободу. Это важно. Поэтому будьте аккуратны. Внимание. Только внимание. Там нельзя расслабляться, как вы помните, да? Потому что вам будут рассказывать всякие сказки, что... Да мы тебя отпустим. Да получишь условку. Да там штрафом дело обойдется. Выйдешь из суда, пойдешь там домой. Да не они все это решают. Суд решает. А до суда еще надо как-то дожить. Поэтому 51-я, хоть она и на вашей стороне, и она защищает ваши права, что вы имеете право не свидетельствовать против себя, против своих близких родственников, но это может быть огромнейшей ловушкой, и люди попадают по полной программе, когда пытаются из себя что-то корчить. То есть вся крутость ломается там на раз, поверьте мне. Поэтому надо работать, надо думать, поэтому думайте, думайте. Рад был вас видеть. Спасибо большое. Пока. Друзья мои, и вот моя очередь пришла попросить помощи у вас. Помощь следующего характера. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал. Смотрите все видео до конца, оставляйте комментарии, рекомендуйте. Мои видео своим друзьям, близким и знакомым. Я очень сильно надеюсь, что эти знания, практически, которые я предоставляю, понадобятся, не дай бог, конечно, вам или вашим друзьям и близким в будущем. Тем не менее, на канале планирую еще делать не только подобные обзоры с рассказами из жизненного опыта, с какими-то рекомендациями. Также планирую делать интервью с адвокатами. Это безумно интереснейшие люди. Конечно, я хочу знать о их жизни, о том, чем они живут, как они живут. Нет, мы мало будем говорить про работу. Мы, в первую очередь, люди. И должно быть интересно. Должно быть интересно. Поэтому подписывайтесь, оставляйте комментарии. Рад вас всех видеть. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова